Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Я ее ведущая Марина Комиссарова. Сегодня в преддверии Великого Дня Победы у нас в гостях Евгений Баранцев, журналист, написавший книгу «Рязань. 12 эпизодов войны». Привет, Женя! Добрый день! Во-первых, начнем с того, что название интригующее – «Рязань. 12 эпизодов войны». Всем известно, что в Рязани война, как таковой фронт, не коснулся. С чего началось твое исследование таких эпизодов? Каким образом Рязань связана с военными действиями? Откуда все это пошло? Все началось довольно-таки давно, в мае 2008 года, когда в преддверии празднования Дня Победы стала редакционная задача подготовить материал. Встретился с нашим местным рязанским краеведом Игорем Канаевым. Наверное, фамилия многим знакома у нас в городе. Ну и мы с ним отправились на Мервинское кладбище. Сегодня это черта города Рязани, где Игорь Николаевич показал мне безымянную плиту разведчиков, которые погибли где-то неподалеку. Точно не было известно ни обстоятельств их гибели, ни где они погибли, и не было, соответственно, имен безымянная плита в городе Рязани. Меня, конечно, это тогда очень ошарашило, потому что, как ты, Марина, правильно сказала, Рязань-то не была, собственно, задействована в каких-то таких вот масштабных военных действиях. И я очень удивился, как же так? Вроде бы практически тыловой город, спокойная жизнь, а безымянное воинское захоронение. Почему? Даже когда их хоронили, не могли нанести в спокойной вот этой, ну, относительно спокойной обстановке имена на обелиск. Вот. И тогда вот все это, собственно, началось. Уже, наверное, 9 лет прошло. Потом было множество других публикаций, они были связаны как непосредственно с городом Рязанью, так и с многими районами Рязанской области. Все они вышли на страницах нашей газеты. Ну, и на каком-то определенном этапе захотелось подвести некий промежуточный итог нашей работы. Итог – это вот книга. Ну, а здесь, насколько я понимаю, 12 эпизодов войны, связанных не с районами города, а именно с городом Рязань. Есть ли здесь истории? Ты наверняка в каком-то порядке их выставлял. Вот можешь парочку наиболее ярких, наиболее запомнившихся тебе сейчас вкратце рассказать? Ну, история здесь собрана в хронологическом порядке, то есть с 22 июня 1941 года и по 9 мая 1945 года. Почему только Рязань вошла в книгу? Потому что во время изучения оказалось, что Рязанская область настолько богата всевозможными различными событиями, связанными с войной, что достоверно представить все это в единой книге. Ну, пока у меня просто нету столько материалов, нету столько данных. По Рязани чуть-чуть проще. Все-таки мы живем вот в этом городе, да, здесь никуда не надо далеко ехать. Это ни Кадом, ни Сасово. Вот здесь побольше материалов в силу определенных, но понятных всем причин. Поэтому вот решили сосредоточиться на Рязани, какие самые интересные эпизоды. Ну, наверное, это вот знакомое многим по различным публикациям не только в нашей газете, но и в других изданиях бомбардировка молочного рынка, ныне центральный рынок, и бомбоубежища детского садика. Удалось найти архивные документы по точному количеству погибших во время той трагедии. Удалось найти очевидцев тех событий, живых очевидцев. Причем очевидцев, у которых в семье кто-то погиб во время той бомбардировки, так и очевидцев, которые, ну, самым интересным образом избежали трагической гибели. То есть там вот представлены истории нескольких чудесных спасений и истории нескольких семейных трагедий. Ты говоришь о достоверности сейчас. Вчера на твоей презентации присутствовал сотрудник архива, всем известный Дмитрий Филиппов. И он именно подчеркнул, что ты один из немногих журналистов, который узнал какой-то факт и бежит проверять в архив. Даже вот для того, чтобы написать такую книгу «12 историй», это огромное количество времени нужно в архивах среди документов провести. Это верно? Я правильно понимаю? То есть ты абсолютно все, вплоть от дат до имен, все проверял. Все, что в этой книге, это исторически... То есть здесь никакой художественности нет. Здесь все истории и документалистика. Правильно я понимаю? Ну, мы старались максимально приблизиться к документалистике. И спасибо большое Дмитрию Юрьевичу Филиппову за то, что он действительно на каждом этапе... То есть я к нему приходил, спросил что-то помочь, найти документы, которые подтверждают тот или иной случай. Он всегда с радостью, хотя у него много собственных забот, но откликался на мои просьбы, показывал, рассказывал, какие в архиве есть фотографии. Мы вместе с ним много работали. Кроме Государственного архива Рязанской области, в книге представлены материалы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, который находится в городе Подольске. Туда удалось тоже съездить, поработать. Это благодаря поддержке правительства Рязанской области. Также представлены материалы архива управления ФСБ по Рязанской области, где тоже моя работа нашла понимание и отклик, за что, собственно, спасибо. Ну и еще, помимо вот такой бумажной документальной работы, это работа и с живыми людьми, как ты уже сказал, с, так сказать, современниками тех страшных лет и боевых действий. И еще эта работа с поисковыми отрядами. Одна из таких интересных веток деятельности твоей. Вот, может быть, расскажешь, здесь ведь тоже есть история, которая родилась именно из поездки, из работы вместе с поисковым отрядом. Ну да, одна из историй рассказывает о, опять-таки, безымянном воинском захоронении, которое находится в черте нынешнего областного центра в районе нефтезавода. До сих пор не совсем понятно, кто там похоронен. Ну, предположительно, что это два летчика, которые погибли во время воздушного боя здесь вот рядышком. Захоронение уникальное тем, что оно уже несколько раз вскрывалось. В 2006 году было произведено и торжественное перезахоронение останков красноармейцев от нефтезавода. Их кости перенесли в центр села Никуличи. Вот, но тогда вскрытие, эксгумация довольно-таки формально производилась. Мы смотрели фотографии, я не присутствовал тогда, в 2006 году во время вскрытия. Мы смотрели только фотографии. Стало понятно, что те кости, которые извлечены из захоронения, ну, никак не формируют скелеты двух взрослых людей. А три берцовые кости, которые на фотографиях четко считались и говорили о том, что как минимум два человека там похоронены. Никто не пытался установить ни имен этих красноармейцев. То есть, просто взяли из одного места, перенесли в другое. Вот, мы, соответственно, совместно с поисковым, региональным поисковым движением, с руководителем Николаем Стрелковым, решили провести повторное вскрытие этого захоронения. Дабы, возможно, ну, предполагали, что мы найдем часть костей и, может быть, какие-то зацепки, которые все-таки позволят вот выйти на имена, фамилии тех людей, которые здесь были похоронены на обстоятельства их гибели. Кости мы действительно нашли. 12 костных фрагментов и костей сейчас находятся в расположении регионального поискового движения. Сейчас решается вопрос о подзахоронении этих костей, к тем, которые были захоронены в 2006 году. Нашли практически целиковый солдатский ремень. Вот такие носил младший офицерский состав как раз в 1941-1942 годах. Но других зацепок, к сожалению, найти пока по-прежнему не удается. С региональным поисковым движением мы работаем очень хорошо, очень плотно. По области, по районам сейчас большие у нас планы. Но в Рязани вот такой эпизод был, и он вошел в эту книгу. В книге много иллюстраций, фотографий, материалов таких, которые могут погрузить в атмосферу. Где ты брал все эти материалы? Тоже это большая работа. Ну, когда мы встречаемся с людьми, потому что работа, собственно, продолжается. Книга, я надеюсь, это только промежуточный итог нашей работы. Мы всегда стараемся познакомиться с семейными фотоархивами, с семейными документами. Часть фотографий была получена именно таким образом. То есть, по сути, это народный фотоальбом, собранный из разных семей. Другая часть фотографий была, как я уже говорил, получена благодаря работе в Государственном архиве Рязанской области. То есть, одна фотография из Центрального архива Министерства обороны. По сути, конечно, материал этот фото в большинстве своем уникален по той причине, что нигде ранее он никогда не публиковался. Возможно, там несколько кадров из архива где-то мелькали в каких-нибудь, может быть, периодических изданиях или фильмах. Но где-то 98% это то, что публикуется впервые. Настолько все продумано, что даже обложка книги отсылает нас в ту эпоху. Вот расскажи немножечко, это отдельная история? Да, обложка книги – это действительно отдельная история. Опять-таки, конечно, это, наверное, какое-то стечение обстоятельств, судьба. Я познакомился с семьей художника-любителя Вадима Вороны. К сожалению, сам художник этот Вадим Ворона ушел из жизни еще в 2001 году. Но вот его сын ныне здравствует, живет в Рязани. В семейном архиве хранились его картины, множество картин. Три из них касаются темы Великой Отечественной войны в городе Рязани. Вадим Ворона родился в Рязани в довоенное время. В 1941 году он жил, находился здесь, ходил в школу, через Кремлевский вал на территорию нынешнего Кремля, где в одном из помещений были оборудованы школьные классы. Вот все, что он видел, настолько глубоко засело в его душу, оставило такой глубокий след, что впоследствии, когда он начал увлекаться живописью, он изобразил три замечательных полотна. Почему они замечательные? Потому что с максимальной достоверностью отображают события именно 1941-1942 годов. Почему я заявляю о достоверности? Я держал просто в руках эти полотна, все три переворачивал, крутил, смотрел. На всех этих картинах есть некие зацепки, которые позволяют говорить о достоверности. Например, если мы перевернем книгу, на задней обложке у нас представлена картина, которая называется «Луна и бомбы». Так вот, собственно, холст этой картины, если его повернуть на обратной стороне холста, стоит дата. 5 ноября 1941 года. Казалось бы, ну дата и дата, никому она ничего не скажет. Но просто когда я работал как раз над военной тематикой, вот, собственно, над этой книгой, я понял, что 5 ноября 1941 года – это дата первой бомбардировки города Рязани. В тот день, точнее, в ту ночь, в ночь с 5 на 6 ноября немецкие самолеты впервые всерьез взялись за областной город. Бомбардировка продолжалась более двух часов. И вот то, что он тогда, будучи подростком, ему было где-то около 14 лет, запомнил вот этот день, вот эту дату и пронес этот день через всю свою жизнь, ну, говорит о многом. То же самое касается картины «Защитница Кремля», где вот он иллюстрирует знаменитые зенитные расчеты, которые стояли на Кремлевском валу. То же самое касается картины «Немец поверженный», где он иллюстрирует сбитый немецкий самолет, который был в годы войны привезен на площадь Ленина. Там также стоит дата 42-й год, там изумительно точно прорисован сбитый самолет, это самолет Дорнье. Картина – это практически документ, документ вот времен войны, оставшийся нам от художника Вадима Вороны. Многие наши телезрители захотят познакомиться с твоей книгой, где можно будет ее посмотреть, почитать? Ну, вот вчера мы передали 20 экземпляров Горьковской библиотеки, они обещали, что они будут доступны на абонементе. Сказали, что книга поступит еще в несколько городских библиотек, в том числе и библиотеку имени Есенина. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. В гостях у нас был Евгений Баранцев, журналист, краевед, автор книги. Всего вам самого доброго и с наступающим праздником! Субтитры подогнал «Симон»!